вот еще одна хорошая новость я считаю в интернете от 1 февраля сегодня напомню 4 февраля подавить и уничтожить казахстанское предприятие разработала новейшее оружие так называется статья в начале наступившего года караван получил таки допуск цеха т.о. научно-производственного предприятия аэскб алатау для подготовки репортажи о новинках в области вооружения и достижения в радиоэлектронной борьбе в том числе и против дронов генеральный директор т.о. александр аугай лично провел экскурсию по своим режимным объектам показав то что до поры времени скрыто от посторонних глаз вот он значит на фотографии ага но достойно пристального внимания мы занимаемся не только модернизации капитальным ремонтом бтр и бмп для наших силовых структур созданием автоматизированных комплексов управления огнем артиллерией но и разрабатываем принципиально новые образцы военной техники комментирует специально для каравана александр аугай одному нашему детищу уникальной реактивной системы залпового огня в минобороны уже дали свое название казград вот в этом самом цехе наши специалисты и поставили ее на колеса александр николаевич а российская армия уже давным-давно на вооружении имеется РЗСО град у нас как сейчас вижу но очень уж похожая система казград принципиальная разница кроме приставки каз в чем во многом во первых мы значительно улучшили тактико-технические характеристики нашего изделия что позволило экипажу боевой машины более точно вести стрельбу создали собственную автоматизированную систему управления вводите данные казград сам высчитывает угол стрельбы баллистику даже количество боеприпасов и через 40 секунд будет произведен залп если бы мы запустили РЗСО в серийное производство оно как я считаю смогло бы заменить как минимум треть всех устаревших артиллерийских систем во вторых мы значительно усилили защиту экипажа а управление всей системой залпу огня сделали дистанционным то есть без прямого участия человек именно так наши изделия могут управляться из укрытия эффективно работать по выбранным целям дистанционно без непосредственного нахождения человека в кабине РСЗО что очень безопасно для экипажа сколько таких модернизированных машин у вас есть в наличии пока у нас один образец казград опытные изготовленные на собственные средства и шесть машин выпустили по тех заказами на Минобороны без АСУ автоматизированной системы управления они отвечают всем требованиям военных государственных испытаний уже прошли замечание предложений заказчика мы учли и теперь ждем когда же поступят новые заказы говорит Огай цена вопроса приемлемая цена в принципе она не должна напугать ни наших министров ни самих военных адекватно техническому оснащению комплекса и ощутимо ниже зарубежных аналогов но зато какая мощь еще не видите еще как видите мы производим здесь капитальный ремонт бронетранспортеров стоящих на вооружении а при их модернизации устанавливаем боевую модуль с 30 миллиметровой автоматической пушки и пулеметов как опции могут быть установлены тепловизор для вождения ночью в условиях естественной освещенности камеры заднего обзора аппаратура внутренней связи и коммутации бронестекла беспроводная связь дополнительная броня а также защитные решетки испытания показали что все сделано правильно противоминное днище мы тоже кстати делаем как на орланах я не буду сравнивать эти машины у них и задача по сути разные и тактико технические характеристики бесплотники и дроны стали для военно головной болью как с ними бороться если у вашего предприятия от них противоядие бороться значит знать уязвимые места в системе управления дронов но борьба должна быть комплексной и физически надо уметь их сбивать и конечно же выводить из строя управления то есть применять радиоэлектронное подавление что вы можете предложить на своем предприятии свои предложения мы еще в прошлом году направили в министерство и ведомство ждем ответ если поступит заказ сможем разработать целый комплекс противодействия должен сказать недавно мы были в Китае на военных заводах посмотрели как у них все налажено кое-какой опыт переняли в том числе в области радиоэлектронной борьбы были потрясены какая у них мощная поддержка со стороны государства испытания проводят на огромных полигонах они имеют очень серьезные наработки во всех сферах считаю что с беспилотниками должны воевать малые системы ПВО не глобальные не С-300 и тем более не С-400 а типа прежних шилок, стрел, игл кстати сравнительно недавно мы уже проводили в интересах военных колоссальную работу по возрождению малой ПВО но по каким-то причинам работа приостановилась очень надеемся что еще вернемся к этим важным начинаниям и наработкам в целях обеспечения безопасности государства а если гособоронзаказ не будет готовы что-то гражданское производить на своих площадях чтобы элементарно выжить семечками торговать, жарить пирожки одновременно танки делать убийственно специалисты у нас здесь высоко подготовленные используют их не по назначению, очень скверно а главное не по хозяйски я должен беречь таких спецов сохранять, обеспечивать а если делать сковородки их руками они будут не конкурентоспособны по сравнению с китайским дешевым шильпотребом выпускать одновременно гражданско-военную продукцию в нашем случае не целесообразно а что еще? овощи что ли выращивать? с проспекта Сейфулина на секретную работу мы не можем взять кого попало мастеров растить надо годами если не сказать десятилетиями подчеркиваю коллектив предприятия состоит из квалифицированных специалистов в области разработки конструирования технологий и производства вооружения и боевой техники предприятие в свое время специализировалось на разработке и серийном производстве мобильных средств ради электронного противодействия командно-штабных машин автоматизированных систем управления и ремонта средств связи метрологических лабораторий и других специальных средств военного назначения наш коллектив уникален его опыт должен быть направлен на повышение оборонноспособности нашей Родины сказал значит господин Огай я его полностью поддерживаю он правильно говорит что нужно государственной поддержки побольше оказывать вот таким вот значит уникальным я скажу специалистам которые действительно делают такое дело невидимое я считаю в деле укрепления оборонноспособности Казахстана они делают я считаю огромное дело и поэтому хотелось бы чтобы наше правительство прислушалась к ним то есть все что нужно сейчас в такое рыночное время это конечно финансы финансы и финансы чем больше будет финансы я вижу что то ребята будут делать что-то стоящее и вот видите на фотографии значит сам вот этот вот то что они придумали они разработали то есть что я хочу сказать я хочу сказать что Казахстан богат талантами нельзя разбрасываться такими таким коллективом я считаю их нужно направить на правильное русло в общем я думаю государство поддержит их будут финансы ну а будут финансы значит будет и результат с вами был Яргали подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки что вы думаете по данному поводу но в конце еще хотел сказать что Москва тоже не сразу строилась поэтому салам алейкум рахметуллах и ва баракат надеемся на лучшее конечно это это но что можно